Привет всем! Недавно был тест EC30 на коллекторной версии, вы помните, посмотрите его. А это у нас EC30B, что означает брашлесс, наверное, бесколлекторная версия этой багги. Ну что же, посмотрим. Сделаем сходу пару прыжков. И еще один. Обещанная максимальная скорость 65 км в час. Но что-то я в этом начинаю сомневаться. Мне кажется, столько точно не едет. Коллекторная версия ехала, по-моему, 30 с чем-то. Это явно не дотягивает до 65. 50 бы выжило, уже было бы хорошо. Расходы на максимум выставил, но что-то как-то медленно. И, кстати говоря, по управляемости получается такая же, как и коллекторная версия. Ведет себя на покрытии, ну скажем так, непонятно. На таком покрытии. Маловат размер. Приходится бороться с автомобилем. Пробуем зайти здесь в поворот. Видите, носит, носит автомобиль вот из стороны в сторону прям. Нереально. Как я с тем боролся, так и приходится с этим бороться, видимо. Но, в принципе, они полностью практически идентичны, за исключением некоторых изменений. А изменения в чем? Это, ну, во-первых, бесколлекторная система. Во-вторых, корпуса амортизаторов здесь металлические идут. Крышки тоже, естественно. И металлические привода. Бабочки также металлические, как и на коллекторной версии. И, в принципе-то все. Резина точно такая же, поэтому все остальное точно так же. Вот пятаки нормально накручивать, да? Но не более. Но надо прям реально хорошую поверхность, чтобы она была максимально, не знаю, без неровностей. Воу! Не для бездорожья багги, а для дорожья. Во! Вот так вот. Опять самое любимое покрытие всех баков, которые я гоняю недавно. Это вот здесь. Асфальт. Да, им очень нравится. Хороший зацеп и с управляемостью проблем нет. Но он достаточно резвый автомобиль, получается, по управлению. То есть чуть-чуть хоп-хоп, видите, вот прям вильнуть в сторону, не вызывать никаких вопросов у нее. Но можно убавить двойные расходы руля. Вот убавил я на 50%. Я лучше вот так вот сделаем. Процентов 60. Становится поадекватнее управление на такой поверхности. Можно рульнуть. Ой, ничего себе, мимо. Проносится так быстро. Вот, уже нормально. О, хорошо. Надеюсь, на этой спойлер не отвалится, как на той. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть в дерево не влепился. Ну и вот вам пример. 14-й масштаб шишки. И толком ты и не разгонишься. Даже на БК-версии. Я думал, на самом деле, будет прям гонять бешено. Ну, кстати говоря, разница в цене у них не такая большая. Ссылка внизу есть на эту тачку. И на коллекторную версию тоже вставлю. И сравните. Две стоимости. Плюс разные комплектации по аккумуляторам есть. То есть, заходите, смотрите. Ссылка на Banggood под видео. Нереально выехать на трамплин. Поэтому гонять на ней по хорошему треку, построенному, плоскому, ровному, я думаю, можно будет без проблем. Отрегулировать двойные расходы руля и четко ходить повороты. Ну, плюс-минус, да. Вот для повседневной эксплуатации вот здесь, в лесу, ну, как-то, знаете, проблемно. И вот оно. Да. Вот, кстати говоря, только и приходится вот так вот гонять по прямым и с небольшими поворотами вот сюда. Но не более. Вот опять достаточно скользкая поверхность. Давайте попробуем войти в поворот. О-о-о, расходы убавил. И теперь в поворот-то войти проблематично. Сейчас прибавим, чтобы было нормально. Расходы прибавили. Расходы прибавили, говорю. Вот. И давай-давай-давай-давай. Занос пошел мощный. Видите, носит-носит все равно. Прямо во все стороны. Очень сложно совладать с автомобилем. Вот даже на асфальте вообще просто проблематично. Причем была у меня вот баги. Посмотрите, последний обзор Z-Rod в десятом масштабе. Адекватное управление. Вот у этих и чайных есть и 30. Вообще какое-то непонятное. Причем до этого тоже была мелкая баги. Нормальное было управление. Здесь прям беда. Но с низов рвет хорошо. Ничего не скажешь. И еще. О-о-о, красиво. Красиво все вылетает из-под колес. Эпи такие наяривать любят тоже. Ой, блин. Ой, ой. Всего забрызгало. Проверим температуру. Нет, движок вообще нормальный. Особо и не греется. И нет никакого охлаждения. То есть можно поставить дополнительно радиатор с вентилятором. И что касается регулятора скорости, он здесь два в одном. И видите, есть разъем для подключения светодиодов. Это написано в инструкции. Посмотрим на удержание прямой. С шишками. Видали, как прыгает из-за них? Но ничего, ничего, да. По такой хорошей поверхности. Хорошо держит прямую. И не реагирует на быстрый, на мощный газ. Резкий. Оу, ничего себе. Еще мощный проход. И резкий поворот. Сыроватый асфальт, поэтому не слишком послушно, видите. И с легкостью заносит автомобиль. Короче, удовольствие получаю только при езде по асфальту. И все. Мы прыгнем здесь тогда? Так. Нормальный такой трамплинчик. Главное не на него попасть. А вот это целая проблема на данном автомобиле. Реально, реально очень сложно. Во, во. Вот это неплохо было. И мега прыжок. Точно, точно. Ничего себе флипанул-то. Флипанула. Я просто хочу понять, спойлер такой же хлипкий, как и на коллекторной версии, или все-таки нет? Но пока стоит на месте. Что удивительно. Просто тот был черный, а белый. Вот так вот. Ну-ка, проверим. Не, смотрите-ка, даже не треснул. Обалдеть. Обалдеть. Чудеса. Просто чудеса. Ничего себе ты сегодня флипуешь-то. Мега разгон берет. Берет мега разгон и... Вот так вот. Сложно, сложно. Газ прямо не дать полный. Вот она. Ух ты. Целый спойлер. Остальное-то вряд ли здесь ломается. Только он. Самая торчащая деталь данного автомобиля. Который, собственно, он любит упираться. Погнал, 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 погнал. И... Вот это да! Вы видали, что творит в воздухе просто? Хозяин воздуха. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, изомер максималки. Свежий прям аккум, прям новый, заряженный, максимально заряженный. Давай посмотрим. Коллекторная версия едет 31 км в час. Это... Не знаю... 42 км в час. Плюс-минус. Давайте мимо пронесемся еще раз, чтобы 100% замерить. И... Ну, как-то так. Давайте смотреть. Да, слабенько, слабенько. Хотелось бы, ну, полтинник получить. Но можно поиграться уже с пиньоном. Поменять пиньон. И тогда будете веселиться по полной. И... 34 км в час быстрее. Как же так? Блин, мне показалось, побольше. Под сороковку едет. Нет. Реально. Да. Мощь, тяга и надежность. Вот, что в этом автомобиле. В отличие от коллекторной версии. Вау! Шлифовать будем. А, смотрите, пятачок на месте наяривает. Все, сильно не стираем. Что касается аппаратуры, имеется триммер руля, двойные расходы руля. Ну, я их на максимум выкрутил, чтобы было удобно. Реверс руля и двойные расходы газа. Видите? Low, high. Мы гоняем в high сейчас. Смотрите, поставим low. Переключим. И... Ну, стал помедленнее автомобиль. Ну, пятаки все равно крутят. Да, но незначительно. То есть регулировка идет скорости не такая большая. Теперь переходим в high. Вот, чувствуется, появилось больше мощи, больше тяги. Ой-ой-ой. Вот. Но в любом случае 34 километра в час всего. Ну-ка, чуть-чуть погоняем, попробуем здесь. О, так, занос прошел. Еще занос. Ну-ка, я хочу на держак на асфальте посмотреть. Вот здесь нормально заносит в некоторых моментах. Опа. Не, слушайте, проскальзывает прям резина. То есть аккуратненько нужно работать с газом, если хотите гонять по асфальту. Иначе происходит занос. Так, в целом, неплохо. Вот-вот-вот. О, на максималке вообще не несет. Круто. Так, давайте-ка посмотрю на резину. Да, нормально еще. Протектор достаточно большой, поэтому даже если гонять по асфальту, сотрется не так быстро. Но в любом случае, я думаю, 5 аккумов и у вас слики. Ну что, БК-версия, это, конечно, хорошо. Надежность, мощность, но скорости в стоке из коробки не хватает. Да, поиграться с пиньоном можно, но, опять же, получается, как коллекторная версия. Но надежней. Да, здесь привода уже металлические. В этом, конечно, несомненный плюс, но стоит ли оно того? Потому что управляемость у тачки какая-то никакущая. Реально, как-то с ней вот, ну, борешься, не знаю. Есть тачки даже в мелком масштабе, в таком же, как-то повеселее, получше управляются. Но лучше, конечно, рассмотреть 10-й масштаб. Ну, к примеру, у меня была недавно на обзоре 10-я багги от Z-Road. Посмотрите, вполне себе неплохо за свои деньги. А вот эту от E-Chain, ну, наверное, опять же, как и коллекторную версию, не могу рекомендовать. Но ссылки на нее под видео я вставлю, друзья мои, если вдруг она вам все равно понравилась. Заходите, смотрите и при желании приобретайте. Поэтому делайте правильный выбор тачек, смотрите мои обзоры и не ошибитесь. Пока!